Многих верующих интересует вопрос, как совершать молитву, о которой пишет Иаков в своем послании в 5 главе. Это молитва с помазанием, елеем. Давайте прочитаем текст Священного Писания, послание Иакова, 5 глава, с 13 стиха. «Злостраждит ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Вот такое слово апостол Иаков по вдохновению Духа Святого оставил по поводу молитвы с возложением рук, с помазанием и так далее. Первое, что мы находим здесь, чему учит нас апостол Иаков, это то, что призвать должен больной. Не я, как служитель, напрашиваюсь, хожу, может быть, посещаю верующих, предлагаю. Вот здесь написано, болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви. Это первый шаг, который делает больной. То есть, когда Господь ему дает такое побуждение, и он имеет такую веру, он имеет основание и право призвать пресвитеров, чтобы они совершили молитву, о которой он пишет здесь в своем послании. В отношении елея хотелось бы сказать, каким образом и что за елей употребляется сейчас. В основном мы берем оливковое масло, и перед тем, как его употреблять, мы отделяем его в определенном таком флакончике, и совершаем пресвитерскую пастырскую молитву. То есть, молитва освящения. Потом этот елей, это оливковое масло, оно никуда больше не употребляется. Оно хранится где-то в церкви или у служителей, и употребляется только на это служение, на это дело. После того, когда пресвитеры совершат такую молитву. Следующее, о чем мы должны иметь в виду, когда говорим о молитве по Якову, что здесь речь идет о двух вещах. Речь идет об исповедании, и речь идет об исцелении. Я хотел бы, чтобы мы всегда помнили, совершать эту молитву вот так, бегом, наскоком, как некоторые делают, позвонили. У меня всегда масло с собой, и помчался, и сделал. Я считаю, что это не соответствует священному писанию. Почему? Потому что здесь из контекста видно, что мы должны, во-первых, иметь беседу с человеком, который нас пригласил. По крайней мере, 16 стих, как продолжение прочитанного текста, он говорит, «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться», и так далее. То есть вот эта беседа о состоянии человека, христианина, брата или сестры, который пригласил на эту молитву, вот мы должны говорить о духовном состоянии, мы должны говорить о внутреннем содержании, о святой жизни пред Богом. Вот, что беспокоит человека? Зла страждет ли кто из вас? Пусть молится. Болен ли кто из вас? Вот, и, конечно, должны объяснить причины болезней. Вот, мы не можем утверждать, что болезнь у этого человека как наказание. То есть опять обратиться к священному писанию. Вот, и дальше уже после того, когда человек откроется, христианин расскажет о своих переживаниях, когда он исповедуется, будем говорить, да, тогда мы можем говорить уже о молитве с помазанием. Это такой важный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Результаты могут быть разные. Я из собственного опыта могу сказать, когда Господь отвечал на эти молитвы и восстанавливал больных, они получали исцеление, получали выздоровление, вот, возвращались к жизни, возвращались на работу. Были случаи, моменты, когда человек был уже в преклонном возрасте, но что-то его держало. Он чувствовал, что уже должен отойти, встретиться с Господом, но что-то его держало. Мы об этом тоже говорим. И несколько случаев было, когда люди исповедовали свои грехи в том, что они с кем-то не в мире, кого-то не могут простить, есть какое-то сомнение, есть еще что-то. И когда человек это исповедовал, мы молились, вот, чтобы Господь простил, чтобы Господь очистил, освободил, совершали молитву с помазанием. И проходило, я так вспоминаю, несколько случаев, день, два, максимум три, и человек, христианин, брат, сестра в мире отходили на встречу с Господом. Я считаю, что это тоже результат вот этой молитвы. Ну, и еще одно, что хотелось сказать, чтобы мы понимали правильно. Молитва по Иакову с помазанием, с возложением рук – это не дар исцеления. Есть дар исцеления, когда служитель, пастыр ли, вот, когда он пользуется этим даром и силой Духа Святого, вот, исцеляет, или Господь через него будет правильно сказать, исцеляет того или другого больного. А здесь просто священно действие, которое Богом определено и дано для каждого пастора. Поэтому, когда больные нас приглашают прийти и помолиться с помазанием, мы идем и выполняем то служение, на которое призвал нас Господь. Вот так некоторые моменты на этот вопрос, каким образом совершать служение, исцеление, с помазанием по приглашению верующих, которые больны, вот, злосраждят, призывают пресвятеров, и мы совершаем это служение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok